Пять советов при столкновении с обезьяньей оспой. Конечно, теперь мы поговорим об обезьянье оспе. В большинстве известных на данный момент случаев передача инфекции между половыми партнерами, по-видимому, происходит через инфекционно пораженные участки кожи во время полового акта, особенно при смене партнера или при частых половых актах. Вместо предрассудков нам необходимы знания. Первое. Будьте осторожны при контактах с кожей. Например, во время полового акта или во время объятий. Обратите внимание на изменения состояния кожи у себя и окружающих, и по возможности постарайтесь избегать лишних контактов с ними. Второе. Будьте осторожны с предметами. Например, секс-игрушками, одежда и так далее. Избегайте контакта с предметами, которые длительное время находились в контакте с инфекционно пораженными участками кожи. Например, с постельным бельем, полотенцами, секс-игрушками и тому подобным. Третье. Будьте осторожны даже с презервативом. Даже если презервативы не обеспечивают защиты от обезьянь и оспы, они могут помочь более легкому протеканию заболеваний. Например, в анальной или генитальной зоне. Так что есть смысл пользоваться ими в любом случае. Четвертое. Заботьтесь о своем здоровье. В случае плохого самочувствия, как, например, при лихорадке, важно придерживаться общих правил, которые нам известны по гриппу или ковиду. Постарайтесь выздоравливать и по возможности не заражать окружающих. Звоните 1-4-5-0 или вашему ВИЧ или прептерапевту, а также вашему дерматологу. Пятое. Обменивайтесь контактной информацией. Половым партнерам имеет смысл обмениваться контактной информацией, хотя бы для того, чтобы иметь возможность информировать друг друга о том, что произошло инфицирование, или же сообщить специалистам по исследованию контактов. Также было бы легче сделать вакцинирование после контактов. Ну и само собой старайтесь беречь себя и проводите своевременную вакцинацию. Продолжение следует...